Галактика Млечный Путь Определение Млечный Путь Это спиральная галактика с перемычкой В которой находится Солнечная система и планета Земля Как третья от Солнца планета Радиус звездного диска Млечного Пути И радиус галактики Млечный Путь Составляет 16 килопарсек Полная масса галактики с учетом темной материи Оценивается как 1 дефис 2 умноженное на 10 в 12 степени Масса вещества В Млечном Пути находится примерно 200 миллиардов звезд Есть предположение что их 206 миллиардов Но и есть с разбросом оценка А именно от 100 до 400 миллиардов звезд А светимость Млечного Пути Составляет 2 умноженное на 10 в 10 степени По сравнению с другими спиральными галактиками Млечный Путь имеет довольно большую массу И очень высокую светимость Солнечная система расположена На расстоянии от 7,5 до 8,5 килопарсека От центра галактики И движется вокруг него Со скоростью 220 километров в секунду То есть вокруг центра галактики Все звезды, видимые невооруженным глазом Относятся к нашей галактике Но название Млечный Путь происходит От светлой туманной полосы в ночном небе Свет которой создается Многочисленными тусклыми звездами В диске галактики Из-за того что Земля находится Внутри Млечного Пути Точный вид нашей галактики снаружи Неизвестен Ни один космический аппарат Не покидал пределы нашей галактики Даже и близко Хотя Земля и Солнечная система Удалена от центра нашей галактики Примерно на 70% То есть до границы галактики Млечный Путь Солнечной системы Всего 30% Расстояние от центра до границы Большинство звезд в галактике Сосредоточено в галактическом диске Со спиральными рукавами Также в ней присутствует Средних размеров балдрж И умеренно выраженный бар И по морфологической классификации Относят к типу СББСИ или САББСИ Кроме того Диск Млечного Пути Окружен Галактическим ГАЛО В котором содержится Небольшая доля звезд И большое количество Гипотетической темной материи В центре галактики Расположена сверхмассивная Черная дыра В упрощенном виде Звездное население галактики Можно разделить на Население 1 и население 2 То есть если классификают Население звезды Звездообразования Первая состоит из Относительно молодых звезд С высокой металличностью Которые двигаются по орбитам Близким к круговым И составляет плоский Вращающийся галактический диск А вот второе население Галактики Млечный Путь Это старые звезды Они бедны тяжелыми элементами И они движутся по вытянутым Орбитам и составляют Гало Свероидальной формы Которая не вращается Как целая А вращается Как балдыш Межзвездный газ И рассеянные звездные скопления Относятся к населению 1 А шаровые скопления К населению 2 Более точным Является разделение Звездного населения На подсистемы Толстого и тонкого диска Гало и балджа По отдельности Различные подсистемы Галактики Также имеют Разную динамику Более плоские подсистемы Быстрее вращаются И имеют Меньшую дисперсию скоростей Млечный Путь Находится В местной группе Галактик Галактика Является второй В группе По размеру И по количеству Звезд Пользователи Галактики Андромеда На массы Двух галактик То есть Галактики Млечный Путь И Галактики Андромеды Примерно одинаковые То есть сравнимы Наша галактика Имеет более двух десятков Галактик спутников Из которых наиболее крупные Большое и малое Мегалановые облака Через 4 миллиарда лет Произойдет столкновение И слияние Млечного Пути И галактики Андромеды В результате чего Образуется Эллиптическая галактика Млечный Путь Известен с древности В 1610 году Галилея Галилей Обнаружил Что диффузный свет Полосы Млечного Пути Создается Большим количеством Тусклых звезд Через полтора века В 1784-1785 годах Уильям Гершель Сделал первую попытку Определить размеры Форму нашей галактики Он сделал вывод Что Млечный Путь Имеет форму С плюсностого диска Однако сильно Недооценил его диаметр В 1917 году Харлоу Шеппли Впервые показал Что Солнце Находится Очень даже вдали От центра нашей галактики А Эдвин Хаббл В 1925 году Смог доказать Что Вселенная Не ограничивается Нашей галактикой Важную роль В изучении нашей галактики Сыграл космический телескоп Хипаркос Запущенный в 1989 году С помощью которого Были измерены Координаты А также собственные движения И расстояние Для большого количества звезд И расстояние До большого количества звезд С 2013 года Эту задачу выполняет Космический телескоп Гайя Млечный путь С древности Имел культурное Религиозное И философское Значение У разных народов Само название Млечный путь Происходит Из греко-римской Мифологии По одной легенде По одной из легенд Скорее всего Так лучше сказать Гера Отказывалась Кормить грудью Незаконорожненных Детей Зевса И однажды Пока Гера спала Гермес поднес К ее груди Геракла И после того Как тот Начал кормиться Гера проснулась И оттолкнула Его Молоко Которое Брызнуло При этом Из груди Превратилось В млечный путь Само слово Галактика Также связано С этим мифом И происходит От древнегреческого Слова Куклос Галактус В переводе Оно как раз И означает Молочный Круг Ну Млечный И молочный Путь Это суть Одно Понятие Млечный путь Спиральная Галактика Млечный Путь Эти оба слова Начинают Заглавные Буквы Раздел Астрономии Который Занимается Изучением Млечного Пути Называется Галактическая Астрономия Солнечная Система Расположена На расстоянии От 7,5 До 8,5 Килопарсек От центра Галактики В небольшом Спиральном Рукаве Ориона Между крупными Рукавами Персея И Стрельца На расстоянии От 1,5 До 2 Килопарсек От обоих В галактической Плоскости Солнечная Система Удалена На 10 Парсек От галактической Плоскости Наклон эклиптики К галактической Плоскости Составляет У солнечной Системы 60 Градусов Солнце Движется Об этом я уже ранее Говорил Относительно Центра Галактики Со скоростью Около 220 км В секунду И делает Полный Оборот Вокруг Центра Галактики Млечный Путь За 240 Миллионов Лет Относительно Относительно Ближайший Солнце Движется Со скоростью 20 км В секунду В направлении Созвездия Геркулеса Орбита Солнца В галактике Отличается От кругловой В процессе Движения Солнце Может Оказываться На 0,1 КП Ближе И на 0,6 КП Дальше От центра Чем сейчас И удаляться От галактической Плоскости На расстояние До 85 Пасек Положение Солнечной Системы Внутри Нашей Галактики Вносит Определенные Особенности Возможности Ее изучения С одной стороны Только в Млечном Пути Можно наблюдать Объекты С небольшой Светимостью Такие Как красные Белые Карти Блики Напрямую Измерять Размеры Формы Некоторых Звезд А также Изучать Трехмерную Структуру Галактики Для других Галактик Строение Известно Лишь Проекции На небесную Сферу Это же Обстоятельство Создает Однако Ряд Проблем Объекты Галактики Расположены Со всех Сторон Расстояния До них Сильно Различаются Так что Для изучения Млечного Пути Необходимо Проводить Обзор Всего Неба Учитывать Различные Расстояния Кроме Того На свет От объектов Близи Галактического Связанное С присутствием Звездной Пыли В диске Галактики Спасибо за Внимание Следующий Термин 138 Будет Посвящен Ближайшие Галактики Соседки Нашей Галактики То есть Галактики Млечный Путь Засем До свидания Продолжение следует...